Тульская область – край трудолюбивых и неравнодушных людей, земля силы и талантов. Именно такое название Алексей Дюмин и жители области дали программе развития региона на пять лет. И оно себя оправдало. За это время Тульская область доказала, что нерешаемых задач нет. Долгие годы в регионе не строились новые школы. За время реализации программы в Туле построены уже две. В планах строительства еще трех школ. В общей сложности они примут до двух тысяч ребят. Тульское Суворовское училище было расформировано в 1960 году. Весной 2016 года министр обороны и президент России поддержали инициативу жителей области и Алексея Дюмина возродить Суворовское училище. В мае с участием Сергея Шойгу был заложен первый камень-фундамент. А уже 8 сентября Владимир Путин вручил Суворовцам знамя училища и дал старт новому учебному году. На несколько лет было законсервировано строительство двух корпусов детской областной больницы. Усилиями Алексея Дюмина и правительства региона удалось его возобновить. Первый корпус, оснащенный новейшим рентгеновским, ультразвуковым и другим современным оборудованием, уже работает. Здесь есть все, что необходимо для лечения маленьких пациентов с острыми инфекционными заболеваниями. Второй достраивается и будет открыт в январе следующего года. Полным ходом идет строительство перинатального центра. Создание этого важного для области объекта поддержал президент. Из-за банкротства застройщика СУ-155, дольщики по всей стране могли остаться без квартир, в том числе 1700 жителей Тульской области. Во главе с Алексеем Дюмином регион решил эту проблему одним из первых. В начале 2018 года были достроены все проблемные дома, и люди заселились в свои квартиры. Затем опыт Тульской области использовали другие регионы страны. Одной из острых проблем в 2016 году был большой объем аварийного жилищного фонда. И тем не менее, к 1 сентября 2017 года область сумела выполнить федеральную программу переселения. Было расселено 321 тысяча квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили почти 17 тысяч человек. В отсутствие федерального финансирования в 2018 году губернатор объявил запуск региональной программы переселения. Благодаря ей порядка 900 человек отметили новоселье. Давно требовала решения и проблема состояния мостов. С 2016 года началась системная работа по их реконструкции. Кроме того, за два года по обращению Алексея Дюмина Министерство обороны России возвело 9 мостов в отдаленных районах области. Они, как артерии, связали между собой жителей разных сел и поселков. Долгое время оставались без внимания муниципальные дома культуры. С 2017 года вопрос начал решаться. Поддержку получили 90 ДК по всему региону. От оснащения оборудованием и косметического ремонта до капремонта и строительства с нуля. На несколько лет было заморожено строительство фоков в Беневе, Узловой, Шацке. Губернатор нашел решение, которое позволило достроить и открыть эти объекты. Завершен капремонт фоков в Волоково, который долгие годы простаил. Строится фок в Кимовске, бассейн со спортивным залом в Белеве, ледовая арена в Ефремове. По обращению Алексея Дюмина к главе «Газпрома» Алексею Миллеру в Туле возводится ледовый дворец на 3000 зрителей. Он сможет принимать не только крупные турниры, но и массовые культурные мероприятия. В планах строительство центра единоборств Тула-арена и легкоатлетического манежа с залом для игровых видов спорта, каждый на 2000 зрителей. Такой подход приносит плоды. Все больше людей начинают заниматься спортом, растет количество спортивных федераций, профессиональных команд, развивается спорт высших достижений. Наши спортсмены достойно выступают на российских и международных соревнованиях. Футбольный клуб «Арсенал» впервые в своей истории четвертый сезон подряд играет в высшем дивизионе российского футбола, а также пробился в Лигу Европы УЕФА. Стадион «Арсенал» один из самых посещаемых, а тульские болельщики – одни из самых преданных в РФПЛ. «Только Тула, только победа!» – скандируют болельщики. И так должно быть во всем. Редактор субтитров А.Семкин